Девчата, житель Решикеша, кушает, ну печенька, растоптали печенька, сидит, кушает лангур. Прикольно, да? Видите, никто его не трогает, все мирно живут друг с другом. Национализма, фашизма нету. Все прекрасно уживаются. Животные, люди разных национальностей в этом святом месте в Решикеши. Я тоже хочу сейчас пойти накупить фруктов. Мне девочки прислали донат. Хочу пойти купить фруктов и в честь своего дня рождения покормить. Ну я уже собачек покормила, несколько штук. Ну и хочу еще вот обезьян, коров. Куда-то пошла. Красотуня, тут на дереве ее малыш сидит. Видите? Это, кстати, священное дерево баньян. Смотрите, как они играются на ветках баньян. Вот. Это священное дерево баньян. Девочки, видите, у него вот эти корни свисают. Вот. Я, кстати, с этим баньяном делала упаю свою одну из, чтобы не разрушалась моя личная жизнь. То у меня там была такая комбинация, которая разрушала личную жизнь, давала... Ну, дает как бы расставание, развод, да? Вот. И там нужен был баньян. И именно из... Ой, смотрите, как он... Именно баньян... Ой, чихает, чихает. И нужен был именно баньян, чтобы сделать лично свою предписание... Ой, играется. Смотрите, какой играется. Ой, тебя же, поди. Молодец, спортсмен. Спортсмен. Так, у меня ничего нет, мамаша. У меня ничего нет. Куда-то она побежала. Нет, нет, что? Что? Нету ничего. Что, что, что? Печенька. Девочки, она шмонает меня. Представляете, она меня шмонает в мой карман. И она завазит мне в карман. Смотрите. А у меня там просто бумажка с-под печенья. Она меня обшмонала, короче. Это мадам. Кадры вообще замечательные. Девочки, у меня в кармане, в куртке лежал пакет. Ну, пакет, в котором я несла молоко для собак. Пачку печеней. Ну, я скормила. А печенье-то пахло. А больше у меня ничего нет. И, представляете, она унюхала в кармане. И вот подошла и обшмонала меня. Вообще, таможня. Ну, не голодные, хотят кушать. Короче, это самое. Сейчас пойду куплю там фрукты. И это, покормлю их. Похожу здесь, покормлю их. Манки. Мэра, это... Лангур. Россия. Окей. Нью-Йорк. А? Да? С кем-то? Куда, фрукассия? Куда ты? Куда ты? Родина. Куда, кем-куда? Россия. Россия. Мы Россия. Владимир Путин. Владимир Путин, а, саплок Абиджан Тиге, обаут Владимир Путин. Молодые ребята подошли и спрашивают, с какой я странный. Видите, все уже знают Владимира Путина. Ой, смотрите, какой игривый малыш. Ну что? Ой, будем теперь с этой бумажкой играться. Ну видите, какие лангуры. Она унюхала запах, да? Она на меня не нападала, не рычала, не царапала, не кусала меня. Она просто полезла в мой карман и вытащила все, что у меня было в кармане. Поняла, что там ничего нету и все. Вот лангуры, они такие очень деликатные. Даже многим людям можно поучиться у лангуров быть такими деликатными. Так, как говорится, деликатно. Селфи. Давай селфи. Мальчик хочет со мной сфотографироваться. Говорит, давай селфи. Короче, вот такое чудесное видео, девочки, сегодня получится. Смотрите, какой мужичок, видите, ну, он, видать, инвалид. Короче, Шани над ним очень хорошо потрудился, такая карма. И вот он так передвигается, видите, по улице Решикеш. Такой мужичок. И лангурчики. Вообще, да, девочки, потрясающе. Погода хорошая, 22 градуса, солнечно. Вот. Так. Давай. Почему это Окея Банкару? Намаскар. Ну что, девчата, пойдемте, да? Или будем смотреть на эту потрясающую картину. А, тут еще одна мамаша сидит на ветках. А вот. Они любят баньяны. Тоже еще одна мамаша сидит. Ну что, девочки, не будем, да, стоять здесь, просто ловить ворон. Хотя мне, кстати, надо сегодня ворон словить. Тоже покормить. Вот. Смотрите, сегодня суббота. И какая-то из деревни, из какого-то штата приехали люди. Босиком идут девочки. Приехали люди в этот святой город Решикеш. Ну, как паломничество. Ну, пойдемте, заодно чуть-чуть дальше поснимаем. Там тоже лангуры гуляют. Пойдемте купим овощей или фруктов каких-нибудь. И покормим этих замечательных королевских обезьян. Так. Вообще чудесно. Вот тоже такой дедушка. Сидит, кушает. Видите, и никто никого не напрягает, девочки. Нету какого-то вот непринятия, да, скажем так, природы другого человека или жизни другого человека. Вот сидит он под забором и сидит себе, кушает этот старичок. Ой, лангуров сегодня. Прям вот, как говорится, кормить не хочу. Очень много. Здесь на дереве притаился. Сейчас мы его зафотаем, да? Ох, какой красотун. Ох, какой красотун. Так, ну пойдемте. Надо покупать фрукты. Куплю фрукты и вернусь сюда, на эту улицу. Я надеюсь, лангуры еще будут гулять. Вот. Я их покормлю, так сказать, в честь своего дня рождения. День рождения по велической традиции. Надо же делать какие-то благие дела. И особенно очень хорошо покормить святых людей, хороших людей, животных. Вот. То есть какие-то сделать такие пожертвования. Вот. Чтобы карма в следующем году была более успешной, более лучшей. Ой, какие девушки. Смотрите, в золоте, в красивом саре, в субботу, с утра, в красных помадах. Красная. Классно, да? Одна я в черном. Но в черном, потому что суббота. Так что, вот так надо жить, девочки. В мире и в согласии. Принимать природу, жизнь, карму другого человека. Сейчас, подожди, вечером дам. Вечером, вечером буду денежки раздавать. А, тоже, видите, из деревни группа женщин. Тоже приехали. Ну, сегодня, я говорю, сегодня выходной. Поэтому, ой, теленочек весь больной. И это перемотанная ножка. Обожаю Решикеши. Я уже чувствую себя здесь как дома. Но я уже третий год живу. Ну, правда, уезжала домой там на пару месяцев, да? И на локдаун, когда там это. Ну, так я прям... Все, девочки, не могу без этого Решикеша. Давай опять, сегодня у нас прям, сегодня у нас очень много обезьянов. Вот, так, здесь этот сидит. Сейчас пойду, короче, куплю. Иду, короче, сейчас куплю им. Мне надо еще капельки для глаз купить, чтобы у меня закончились. Сейчас куплю им фруктов, бананов. Вот, порадую. Накормлю. Несколько килограмм сейчас возьму. Правда, сейчас все подорожало. И фрукты тоже, ну, как бы зима, девочки, зима. Типа того. Смотрите, что-то уже кушает, сидит. И сегодня лангура. Очень много. Так что, надо брать фруктов и пройтись, покормить их. Сделать упали своим. О, что-то украл банан. Украл банан. Голодный, шмонает. Короче, обезьянки такие, да, могут своровать. Шмонают. Шмонают. Приезжих туристов, зазевавшихся. Так, девочки, сейчас я... Так, нет, сначала пойдем купим фрукты, потом будем капельки покупать. Смотрите, сколько народу, девочки. Женщины в красивых царях. Так, так, так. Цыгане дружною, другою. Табор уходит в небо. Мой любимый фильм. Мы идем там есть овощи, фрукты. Сейчас туда дойдем. Смотрите, как их много. Представляете, вот. И все очень терпимо друг к другу относятся. Очень терпимо. А у нас, видишь ли, индивидуализм, личное пространство, придуманное невротиками и психопатами, психологами 200 лет назад. Нынешней психологии, девочки, всего лишь 200 лет назад. Вы знаете, кто там стоял во главе этой психологии. Эти люди сами очень плохо кончили в своей жизни. Даже сами, даже сами себе не помогли. Психопаты, наркоманы, сексуальные извращенцы придумали этот индивидуализм. Личное пространство. А индусы живут по десятерон в одной махонькой комнате в три метра. И счастливые, и радостные, что они вместе, что их семья вместе, что никто никого не бросает, все друг друга поддерживают. То есть они как одна большая семья. А у нас индивидуализм. Личное пространство. Зарабатывают на эти квартиры, на эти хоромы. А потом сидят в этих хоромах. Ой, и тут куча обезьян. Сегодня, короче, день обезьян. У меня в Шване в первом доме. Мне надо сегодня покормить как можно больше обезьян. Потому что у меня есть такая упая, моя личная. Надо сегодня ее и вспомнить. Но это уже рыжие обезьяны. Они, кстати, они агрессивные. Они и покусать могут, и напасть могут. Сегодня прямо их чего-то очень много. Но я хочу лангур. Ну, я и этих покормлю, конечно. Тоже же кушать хотят. Тоже живые существа. Но лангуры мне нравятся. За них не деликатность. Смотри, махонький такой. Махонький. Короче, девчата, сегодня день обезьян. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Закон джунглей. Поняли, девочки? Такой закон джунглей. И в городах, в каменных городах тоже должен быть такой закон. Мы все с вами одной крови. Человеческая раса. Поэтому должны объединяться, дружить, уважать и где-то и потерпеть друг друга. Тоже, видите, целые отряды паломников. И все смотрят на меня. На белую большую обезьяну. Ой, вообще, так здорово. Мне так нравится. Так мне нравится. Не могу прям сердце сворачивается, разворачивается. Поэтому, девочки, хотите жить, и хорошо жить и выжить в любой ситуации, даже в трудных. Надо уважать других людей. Где-то даже и потерпеть. Ну, если это не выходит за рамки уголовного кодекса вселенной. Вот. Потому что нарушителей, конечно, наказывать надо. Вот они. Вот они. Прямо сегодня целая путь. Так, бананы. Бананы. Так, короче, буду я брать бананы. Вот. Короче, девчата стоят в очереди за бананом. Смотри, целятся из рогатки. Видите? Целятся из рогатки. Вот они их так гоняют, чтобы они не воровали вот эти бананы. Смотрите, вот он нарушитель уголовного кодекса всех. безнаказанность рождают беззаконие, поэтому иногда, конечно, за нарушение закона люди получают наказания, потому что если не наказать, люди ничему не учатся. Вот. Ну, ладненько, буду я брать бананы, девочки, и ходить кормить. Благодарю всех за донаты. Наталью Дмитриевну благодарю за донат, который я получила сегодня с утра прямо на свой день рождения. Ну, я так поняла, вы подписались, что с днем рождения, Джая, что это мне на день рождения. Ну, вот вы мне подарок, а я хочу животным сделать подарок. Сейчас куплю бананов несколько килограмм и пойду кормить. Так, ну, увидимся до следующего включения. Так, девчата, короче, я купила несколько килограмм бананов. Вот один мужичок лангур сидит кушает, вот другой сидит кушает. Пойдемте дальше. Если они меня пропустят с этими бананами. А, вот еще сидят. Так, подожди, подожди. Сейчас вот еще сидят. Сейчас тоже будем кормить. Ой, ты, на, мамаша с детем. Так, кушай, на. Давай лови, иди. На, еще. На. Давай лови. На. Давай накушай. Пожалуйста. Ах ты. На, 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 на. Держи. Держи. А, вон еще там сидят поделки. Вот еще один лежит за мной. Такой здоровый самец. Держи. Сразу два взял. Но он такой большой. Плюс у него на лице рана. Видать, воин сражался в бою. Держи. Второй взял. Так, сейчас, сейчас, сейчас. На тебе, на. На, держи. 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 Так. Видите, как здорово. Потом пойдут, так, а мамаша-то сидит с дитем голодная. Это. Потом пройдут коровы и съедят эти кожуру от бананов. Гоняет этот самец самку эту с дитем. А я хочу ей дать. На. 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 Давай. Давай, давай. На, на. Держи бананчик. Держи. Я же специально покупала. Держи бананчик. Ой, спасибо тебе, дорогая, что взяла. Благодаря вам я сделаю свою паю. Все сидят едят, девочки. И это, и это вот там сидит ест. Сердце радуется, когда можно сделать доброе дело. Да? Мы с тобой одной крови. Ты и я. Мы с тобой одной крови. Так, где еще? Они догонят, они видят, что я с пакетом иду. Они за мной бегут. Это, у них есть, видите, вот они едят. Но я удаляюсь, вот, и они за мной бегут, чтобы еще взять порцию. Ах ты, ох ты, хитрюга, голодный. Они просто сидят, едят, но берут, за мной идут, чтобы не отставать, чтобы покушать. Ну, пойдем к тому дереву, к большому баньяну. Вот. Может быть, там тоже есть. Когда я купила там бананы, там тоже были эти рыжие обезьяны, прям очень много, то я половину пакета рыжим скормила. Ну, как раз, а чтобы не обижать их. Ну, я эти донесла лангурам. Вот, чтобы лангуров тоже, своих любимчиков хорем дедушка улыбается. коровкам тоже дала. Вот. Короче, все по пути, которые встречаются. Так, что у нас на дереве? Нету никого? Придется мне возвращаться к этим лангурам, чтобы скормить. Да, нету на дереве никого. Так, ну, пойдемте назад туда. Ну, у меня еще есть бананы. Еще несколько штук осталось. коровушка, на тебе тоже. На. Куншей, матушка, кормилица вселенной. Так, ну, пойдемте вернемся к этим лангурам, которые там, чтобы мне уже скормить. У меня там 4 банана еще есть. Сейчас скормим. Короче, как хорошо. То иногда выходишь специально покормить, иногда нету этих обезьян. Ты бегаешь, бегаешь, ищешь, ищешь. Вот. А тут прям, вот прям, как говорится, на ловцах и зверь бежит. Целая куча и лангуры, и рыжие. прям как специально подмога в день рождения, чтобы покормить обезьянок. Тоже группа. Так, что-то они на небо смотрят. Что они там на небо смотрят, непонятно. А это Рудракши, что ли? На Рудракши смотрят. Так, на, дорогой, давай кушать. Пир, пир на весь мир. День рождения у меня. Так что по ведической традиции день рождения надо кормить всех голодных. Ну, кушай. На, на, дурачок. Хи-хи-хи-хи, такой хороший. Ой. Надо кормить всех голодных, нуждающихся. Вот сидят, мамаша сидит. Мамаши надо, она кормящая мать. На, мы с тобой, сиську сосед. Мы с тобой одной крови. Вот так. Все, у меня руки грязные, у меня больше ничего нету. Пришел. Все, все, девочки, все раздала, весь пакет. Огромный пакет. Прямо сегодня я выполнила пятилетку план. Пятилетки. Что мне еще? Вот видите, какой огромный пакет был. Там эти аж метки остались от бананов. Пакет большой, классный. Пригодится, не буду его выбрасывать. Пригодится в следующий раз его брать, чтобы покупать еду для животных. А то рюкзак у меня не такой большой. В рюкзаке там может все подавиться. О, дворник. Смотрите, сидит на заборе. Как у бизянка. Ой, как здорово вообще. Девочки, вот Решикеш, это практически такой небольшой город, деревня, но есть там базар, центр города. А тут на Ганге просто две улицы. Вот эта нижняя и верхняя улицы, по которой все всегда ходят. Все приезжие туристы, все. То есть она просто тянется несколько километров, там 3-4 километра вдоль реки Ганге. Ну, вы уже успели это заметить. И вот, девочки, вот, серьезно, каждый день ты выходишь, кажется, боже, ну, одно и то же. Ничего интересного, девочки, но нет. Каждый день ты, если выходишь на улицу, да, и идешь по этим улицам, сам по своим делам, в магазин или еще куда-то, всегда можно увидеть что-то интересное. Или касаемо животных, или увидеть интересных людей, то есть всегда что-то происходит очень интересное, очень интересных личностей, что им нет. Ну, смотрите, какой красотой. Вот, видите, да, вот какой колоритный дедушка, красавчик, женщины. Он стоит, писает, молодец, прямо за городом, и писает. Ну, это с каких-то деревень приезжают в Решикеш, покупаться в доме. Хотя, вода ледяная всегда, а сейчас так тем более. Вот, девчата, мальчики, все, кто меня смотрит. Так что, вот такая цветная, колоритная, разнообразная Индия. Ой, бабуля, именно лет сто, вот, в зеленом саре. Лет сто. Смотрите, какая махонькая бабушка. Бабушечка, метр пятьдесят, не более. Маленькая, худенькая. Так, кто там едет, пищит? Мусор. Мусорка. Смотрите, какие хлопцы. Красивые, да? Белозубые. Красивые. Ой, девчата. Поэтому Индия очень разнообразная такая страна, колоритная. В разных уголках Индии там наблюдается свой неповторимый колорит. Поэтому, даже живя в маленькой деревне, столько всего можно увидеть, столько, столько впечатлений. Лондон, сколько народов, люди разного возраста, и молодые, они прям семьями. вот видите вот идет группа вот эта крупа там и там 10 12 человек вот смотрите красавчик мужчина сидит я его кормила да ты кушал на вот и они будут и сиевете группа индуса ведет вот они все из одной семьи все поколения которые живые на данный момент они будут дружненько все так собираются из одной деревни и все так путешествует вот путешествует по святым местам по выходу на выходные дни приезжают у вас надо видите а вы говорите личное пространство это работаете зарабатываете на большие квартиры а потом люди сидят в этих больших квартирах и воют от одиночества со всеми родственниками со всеми родственниками пересорились передрались а из-за этих квартир из-за каких-то денег квартир там и так далее а потом сидят в этих квартирах в одиночестве и воют по ночам понимаете надо дружить любить и понимать что если мы одна семья то как говорится в общий котел в одну семью и жить вместе только вместе можно выжить смотрите какая красота вот видите вместе вместе так это уже тут тоже куча вангурок но у меня уже не осталось бананов и здесь рядом поблизости нету никакой овощной лавки нету чтобы еще купить матаджи матаджи он играет 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 смотрите давайте чуть-чуть понаблюдаем за этим маленьким чудом видите как он играется познает мир так матаджи ты походу опять беременная да ну шо же ты так только родила я опять но в общем молодец до выполняешь он выполнять эти господи посмотрите на это чудо как она резвится но дитё же дитё дитё а матаджи вот эта самочка она ведь у него живот круглый такой выпирает она опять беременна видите поэтому их много-много очень много здесь ну и слава богу живешь как будто в зоопарке живешь но это здорово лучше так на природе видите какие они счастливые на природе вот тетечку тетечку напрыгался проголодался и тетечку тетечку эти бузя опять посмотрел чуть-чуть сетечку и опять побежал посмотрел по чуть-чуть и опять к мамке прикольно да девочку играет смотришь на природу на этих обезьянок прям сердце радуется потому что это жизнь просто жизнь понимаете мы с тобой агро одной крови ты и я фотографирую и этих индустиков тоже видите много как обезьянок вот они все тоже берут пример с обезьянок размножаются как говорится идите и размножайте ой ты как балуется ой как балуется господи ой как балуется топ-модель топ-модель мальчик тоже фотографирует бабушка какая хорошая смотрите бабулечка и и и и и и Ой, прямо у меня аж это мурахи побежали. Так вообще супер. Такая бабулечка. Такая бабулечка маленькая, крохотная. Вот она в зелененьком, видите, в бирюзовом саре с молодым человеком. Метр сорок, девочки. И видите, такая вся худенькая, приятная. Она старенькая, видите, она старенькая, но она приятная. У нее такие большие добрые глаза. Так, давайте, давай. Далее. Далее. Прям, девочки, у меня прямо аж это тоже, ну там, сфотографировалось, попросили эти молодые ребята. Ну, видать, с их семьи. Девочки, прямо тепло. И у меня одновременно сейчас и морозы, и тепло идет по коже. Потому что эта бабушка, ну, захотела сфотографироваться старенькая со мной. Вот. И она мне поклон, ну, типа, да. А я ей в ноги, ну, как они кланяются старым людям, прикасаются к стопам, потом к сердцу. И как я это сделала, у меня прямо аж, девочки, у меня прямо аж мороз побежал по коже и в жар кинуло. Вообще. Вообще, прям такие впечатления. Вот это самый лучший подарок на день рождения. Получить благословение от старших. Покормить животных. Полюбоваться на священную природу. О, это не так здорово. Вообще. Прям. Лучший день рождения за всем мне 48 лет. Так здорово. Так здорово. Так что, надеюсь, и видео, девочки, вам это понравится. О, какая красавица. И вот, какой красотун. Видите, они все улыбаются. Ну, я тоже лыблюсь в ответ. Вот. Поэтому, девочки, зачем нам этот индивидуализм и личное пространство, если в итоге мы остаемся одинокими в старости. Вот в Индии нету одиночества, понимаете? Они все живут в своей семье. Ну, у женщины, естественно. Привет. Привет. Что-то схватил какой-то фрукт. Обезьян сегодня, ой, в море. Прям как специально, чтобы я могла поделать упае в дне рождения. Вот. Смотрите, какая бабуля красивая. А, вот видите, вот эта бабушка. Она старенькая, но у нее приятное лицо. Неозлобленное. Неискривленное. Жадностью, алчностью. Ссорами, с конфликтами. И видите, вот семья идут, и я рядом с ними иду. И они все вместе. У них нету одиночества. Они все очень любят друг друга. Очень заботятся. Вот. Поддерживают, если кто когда заболел. Вместе путешествуют. Ой, Кебози. Ой, Кебози. Кричит на своего деда. Обожаю, обожаю этих индусов. Ох, какой красотун. Какие красотунь. Видите, какие улыбки. Классно, да, девчата? Вообще. Поэтому индивидуализм, девочки, личное пространство, это придумали люди, у которых очень плохая карма. Личная, семейная. И они потом из этого делают целые теории. Пропагандируют эти теории. Красотун. Ом, намокщевая. Ну, к сожалению, у меня уже ничего нету кушать. У меня пустой пакет. Не смотри так на меня. Меня уже сегодня твои родичи ограбили. В карманах обшмонали. Вот. Весь целый пакет. Тут пакет на 10 килограмм. Съели. Молодцы. Помогли упаю сделать. Вот. Короче. Понимаете, когда у человека какая-то плохая карма, он начинает проблему решить не может. И чтобы себя успокоить... Намаскар. И чтобы себя успокоить, он, знаете, замыливает эту проблему какими-то теориями, выдает их за правду, за истину, кичится этим. А что ты не женат? Ой, да зачем мне жениться? Мне и так хорошо. Что хочу, то делаю. Зачем мне это надо? Там о ком-то заботиться. Понимаете? Ну, отношения созданы. Во-первых, чтобы отработать свою карму. Во-вторых, мы в отношениях учимся. Отношения изначально созданы. Конечно, нет для наслаждения. Ну, там, да, должно быть наслаждение. Ну, в рамках, опять же, да, закона Вселенной. Ну, мы там учимся. Понимаете? Только в отношениях женщина может понять, насколько она женщина. Ей мужик всегда об этом скажет, кто она есть на самом деле. Только в отношениях женщина может стать женщиной. Опять же, если правильно используется сексуальная энергия, чтобы женщина расцвела. Только в отношениях мужик может понять, насколько он мужик. Женщина тоже ему об этом, конечно же, скажет, кто он мужик. Настоящий или нет. Вот, понимаете? В отношениях мы учимся. Наши природы должны раскрываться и совершенствоваться. Вот. Потому что только человек, который раскрыл свою природу, только он чувствует себя наполненным. Вот. Развитым. Ой, какие. Смотрите, какие красотуни. Ну, какие красотуни. Видели, девочки, да? Ох, какие. И вот тоже красотуни сидят. Ждут похлебку. Ждут похлебку девочки. Видите, сидят мужички. Ну, типа саду бабы. Вот. Которые отреклись от жизни, да, чтобы не заботиться о детях, о женах. И якобы играются в духовность. Ну, большинство из них, девочки. Я не хочу никого обидеть, оскорбить. Вот. Но некоторые уходят из мирской жизни, скажем так. Потом вот это шляются тут по подзаборами. И среди бела дня, и вечером, и с утра просто тупо употребляют наркоту, курят. Я сама лично видела. Но при этом делают вид якобы отреченные, святые. Но на самом деле нет. Бомжи. Безответственные люди, которые не хотят жить в семье, заботиться, работать. Вот. А тут что? Оранжевые одежды одел, пришел. Типа я отрекаюсь. Его принимают в эту общину, так сказать. И он потом ходит с бидончиком. Их кормят бесплатно. Вот. А они потом наедятся. Три раза их кормят девочки в день. Вот. Просят денег, естественно, прикидываясь, святыми. И эти деньги уже пускают на алкоголь, наркоту. Понимаете? То есть из ста человек может быть, может быть, в лучшем случае один. Один реально ведет какую-то духовную практику. Понимаете, девочки, да? А остальные так играют в духовность. Вот. Поэтому, девочки, я ни в коем случае не хочу оскорбить этих людей. Это не оскорбление, это констатация факта. Поэтому не надо подавать таким людям деньги. Потому что они их потратят на алкогольную всякую. Намаскар. На. Данила. Чайки эти. Такое придорожное, видите? Вот в кустах прям эти кафешки. Кафешки в кустах. Вот. Кашечки в кустах. Намаскар. Ого, намаскади, намаскар. Намаскар. Ха, видео. Говорит, видео снимаешь. Помахала ручкой. Этот мужичок, девочка, какой он вкусный. Чай готовит. Какой же. Вот этот мужичок. Вот видите, себе кафе соорудил. Из говна и веток, так сказать, да? Пленочкой накрыл. И вот закупается молоком и готовит масала-чай. Ну, у него такой классный масала-чай. Такой вкусный. То есть он так делает, знаете, девочки, не жалея ни молока, ни специй. Ой. Мы раз как-то в прошлый раз с одной моей знакомой, как засели к этому мужичку. Как давай хлебать стакан за стаканом этого чая. Мы просидели часа четыре. Там возле него смотрели на берег Ганги. И просто стакан за стаканом хлебали этот чай. Ну, потом, естественно, мы еле уснули. Я там сутки потом спать не могла от этого чая. Ну, что он заваривал именно черный чай. Да? То есть обычный черный чай. Туда, естественно, специи. Вот. А чай же он тоже тонизирует. Вот. Тоже тонизирует. Я даже после чая потом уже спать не могу. Ну, что, в общем-то, я черный чай и кофе я не пью. То есть я не пью. Может быть, там флаг на флаге Шива. Вот они тоже с такими флагами ходят, когда какие-то праздники. Ну, вот. Ой, ворон какой черный, огромный ворон. Мне надо. А как же мне его заполучить? Так, ну, ладненько. Идем дальше. Ну, короче, девчата. То есть очень редко, может быть, там раз в голод или даже раз там в два-три года при каких-то обстоятельствах, если хочется пить, больше ничего нету, только чай, то я могу выпить чай. Или там кофе. Ну, это, я говорю, это бывает крайне-крайне редко, если уже ничего нету. Потому что там есть кофеин, кадеин. Они не очень благоприятны для организма. Там же есть, ну, оно же тоже как наркотик, стимулирующие вещества. Поэтому я стараюсь это все не пить. Вот. Так, с кустов мы вышли. Смотрите, сколько народу. Сколько народу сегодня гуляет. Ну, гуляет, знаете, почему, девочки? Сегодня у нас 22 октября. Сегодня день явления Дхан в Антаре. Аватары Вишну, который дал вселенной Аюрведу. Аюрведу, ведическую медицину, ну и вообще Аюрведу. Аюрведа – это наука о жизни. Там есть не только таблетки, да, или там травка какая-то, муравка, как лечиться. Там есть все, как спать, как кушать, как в туалет ходить, как вести быт, как тарелки ставить. Ну, короче, все вот это. Сегодня день явления Дхан в Антаре. В этом году оно припало вот на 22 октября. Прямо на мой день рождения. С одной стороны, хорошо. С другой стороны, не очень. Потому что я-то думала, джайант приехал. Хоть с джайантом пойду в кафе, его покормлю. И сама что-нибудь вкусненькое поем. Но нет, нет, буду голодать сегодня. Или же сварю специальное ведическое блюдо, которое в Аюрведе помогает. Так, девочки, продолжаем. Покормила собаку. Короче, одну, эту белую. Ну, короче, в часть своего дня рождения кормлю всех голодных животных, которые я вижу. Так, работают трудные. Видите, какие ниши, какие полочки в домах? Лайфак, девочки. Зачем полки покупать? Можно их просто сделать в стене. Просто в стене сделать полочки. Индусы любят очень экономить. У них же пенсии нету, поэтому они экономят, девочки, каждую копейку. Понимаете, да? Поэтому они всегда какие-то ниши, такие полочки. Они их делают прямо в стене. Правда, там дверок нету. Ну, может быть, можно как-то придумать. Ой, какой красивый черный пес. Обожаю черных псов. Тоже сейчас его покормлю. Все с утра голодные. Надеюсь, он с удовольствием попьет молочка. Смотрите, какой красивый пес. Ты будешь кушать? Иди сюда, мой дорогой. Иди. На. Иди сюда. Давай. Пойдем. Пойдем кушать. Пойдем кушать. Будешь молочко кушать? Будешь молочко кушать, девочки? Ты такой красивый черный пес. Сейчас, подожди, я тебе дам. Подожди. Подожди. Сейчас у меня тут есть молочко. Подожди. Подожди, мой хороший. Ой, еще и моя любимая песня играет с «Властелина колец». Вообще. Просто волшебный день рождения какой-то у меня сегодня. О, она морда. Решикешская. Красивая черная решикешская морда. Да? Давай. Ты большой, тебе пакета хватит молока пол-литра? Хватит тебе пакета? Только молоко холодное. Так что, вот так вот, девочки, нужно отмечать день рождения. Если вы хотите, чтобы карма была как-то чуть полегче. Не себе, все себе, все себе любимое. А надо отдавать, отдавать, отдавать благотворительность. Ну, такая благотворительность должна быть без алкоголя, без наркоты, без мордобоя. И тем живым существам, которые нуждаются в этом, действительно. Ну, это, как правило, животные, либо очень хорошие, очень светлые, позитивные, святые люди. О, намаскар. Намаскар! Намаскар! Мэтигу! Мэтигу! Мэри пас адж хэппи бёздай! Да! Поздорованный цветан. Это их магазинчик. Они всегда так дружелюбные. Поздорованный цветан. Семья. Это их магазинчик. Они всегда так дружелюбные. Ну что, собачка допила. Сейчас допьёт. Пойдём дальше погуляем. Такой красивый чёрный пёс. Чёрный весь с ног до головы. Всё, покушал? Ну всё, там лёд уже. Прям весь чёрный красивый пёс. Он чей-то. Но я вижу, что он постоянно с утра до ночи на улице, видать, его выгнали. Если бы у меня был дом, если бы у меня был дом, я бы тебя взяла бы к себе, дорогой. Так, это лёд остался, да? Всё, девочки, собираю я все свои манатки. Так, сейчас подождите, пожалуйста. Ну всё, нету, нету, нету. Девочки, вы знаете, в Решакеше собаки тоже вегетарианцы. Они тоже очень дружелюбные. Так, девочка, подождите. Сейчас я пакет всё сложу. Что, мой хороший? Что, мой хороший? Ну что? Ну? Если бы у меня было жильё в Решакеше, свой дом, я бы тебя взяла к себе. Ты такой красивый. Тебя выгнали, да? Вижу, что тебя выгнали. Понимаете? Индусы вообще у них не принято. У них не принято заводить домашних животных. Ну зачем их заводить? И так тут много, да? Но европейская мода, американская, типа дома с собачкой, некоторые начинают заводить животных, ну там, кошек, собак дома. Играются с ними. Ну, пока не надоест, да? То есть они с ними возятся. Красивый чёрный пёс, породистый. Это какая-то порода. Полностью красивый. Они с ними играются, возятся с этими животными. Ну, то есть, мода, мода. Ну, животные, это же не игрушка, да? За ним же надо ухаживать, кормить, тратиться на еду. И они потом... Они же к этому не привыкшие, индусы. Они привыкли, что все животные живут на улице, сами себе ищут ищут пропитание. Вот. И в итоге потом они просто этих животных выбрасывают на улицу. Ну, типа, иди отсюда, живи как хочешь. Корнись сам. Они просто их потом выбрасывают на улицу. И иногда вот можно встретить... Эх, какой красавчик. Вот. Парикмальковская девочка. Прям на улице вот так вот. Салон красоты. Видите, все просто. И все классно. Жизнь, девочки. Жизнь. Не искусственная, навязанная непонятно кем. А настоящая жизнь. Так, моя эта девочка... Что бы ей такое купить, подарить? Так, в храм я вечером сегодня пойду. А сейчас мне надо кое-что найти. Если найду, мне надо взять. А потом уже пойду домой. Вот. Пойду домой. Так. Какая уж красота делают. Короче. Так. Шоссе воняет. Ну, что это воняет? Кто-то написал. Главное, так ядрено написала. Что прям это. Запахи прям. Вот видите, массаж собачки. Хе-хе.